Сегодня отмечается 300-летие российской полиции. На территории специализированного батальона ГИБДД вспоминали тех, кого по праву можно считать примером – сотрудников госавтоинспекции, погибших при исполнении служебного долга. Даже проливной дождь не помешал открытию мемориала. Как говорится, погода плачет, плачу с ней и я. Началось сейчас минуты молчания и возложения памятных цветов. На мероприятии присутствовали сослуживцы из семьи погибших. Прозвучали важные слова от тех, кто знал ребят и помнит их. Эта тяжесть будет преследовать всю жизнь, до конца жизни. Держитесь, мы с вами будем помнить. На открытии памятника присутствовала супруга Андрея Вдовина – одного из тех, кто героически погиб, защищая родину. Человека, который был ярким примером мужества и смелости. Он занимался тем, чем он должен был заниматься. Он где родился, там и пригодился. То есть он защищал родину и всегда я ему говорила, зачем ты едешь в какие-то горячие точки. Он всегда говорил, ну кто-то должен заниматься этим. Пусть лучше погибну я, чем погибнут сопливые ребята, которые не видели жизни. Андрею Вдовину было всего 33 года. В его семье осталось двое детей. На мемориальной доске четыре фамилии и все погибли молодыми. Эту боль потери не могут скрыть и сослуживцы. Память о тех людях, кто делал нашу полицию, милицию, кто достигал каких-то вершин и при этом отдавали свою жизнь. При достижении служебного долга, выполнении охраны общественного порядка, сохранении жизни, здоровья граждан. В общем отдали свою жизнь, исполняя свой священный служебный долг.